Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами поговорим про иммунитет. Когда мы говорим о том, что наш организм зашлакован и у нас появились токсины и ама, то это как раз один из факторов, который уменьшает иммунитет. И поэтому в аэровидической медицине говорится, что организм нужно постоянно поддерживать. Для этого не нужно делать какие-то очень серьезные усилия или что-то такое необычное для того, чтобы поддерживать иммунитет. Достаточно правильно питаться, высыпаться и, конечно же, вести более-менее здоровый образ жизни, что немаловажно. И человек, который не делает ничего, он обычно первый на пути того, чтобы заболеть. Причем интересно, что при ковиде есть определенный возраст максимального возможности заболеть, это 55, наверное, плюс. Но дело в том, что если с точки зрения аэровида смотреть, и когда человек в любом возрасте поддерживает иммунитет, то, конечно же, в 55, это как раз возраст, когда большое количество хронических заболеваний, то, что понижает иммунитет, действительно, эти люди находятся в самой большой категории риска. Так вот, в аэровиде говорится о том, что неважно, какой у вас возраст, для того, чтобы повысить иммунитет, можно сначала поработать системно, понять, какие системы у вас слабее всего. Ну, допустим, там, верхние дыхательные пути, и часто люди болеют именно зимой простудными заболеваниями. Что делать для того, чтобы их крепить, я сегодня расскажу. То есть есть заболевания мочеполовой системы, и поэтому, допустим, у женщин часто бывают циститы, если женщина простудилась, или какая-то неважная, неправильная флора во влагалище, к примеру, и так далее. Воспаление мочеполовой системы бывает тоже напрямую связано с иммунитетом, потому что с точки зрения аэровиды почки это один из таких очень важных органов, поддерживающих иммунитет в том числе. Ну, и, конечно же, с иммунитетом связаны различные инфекционные заболевания, иммунодефициты и так далее. Это три, как бы, такие различные группы, в которых стоит укреплять иммунитет, но самое главное, в аэровиде говорится, что нужно поддерживать общий иммунитет. Сегодня мы поговорим о том, что является основным. В аэровиде говорится, что любая болезнь, она развивается постепенно, и поэтому, когда у нас появляются такие первые недомогания, допустим, постоянный холод в теле или постоянный жар в теле, это значит, что с этим нужно что-то делать. Но при холоде очень легко, если вы начинаете делать саму массаж, то обычно циркуляция восстанавливается, и организму становится тепло. Когда у вас слишком много жара, в аэровиде это, как раз говорится, дисбаланс пита, вот это большое количество жара внутри может также привести к ухудшению иммунитета. Для этого очень важно действительно обратить внимание на привычки питания, на то, как вы умеете расслабляться. У меня большое количество пациентов приходит, которые, ну, смотришь пульс, у них действительно очень много жара внутри. Жар показывает на то, что организм, то есть человек не умеет выплескивать свои подавленные эмоции. И многие психологи, психотерапевты говорят о том, что эмоции напрямую связаны со здоровьем, на самом деле в аэровиде как раз об этом говорится, говорится о том, что если человек не умеет выплескивать свои эмоции, если он, во-первых, не умеет разговаривать, обычно выговариваться, если он сдерживает свои эмоции, не умеет выплескивать, то обычно этот жар, он сбивает различные системы, иммунитет у человека повышается, понижается. Таким образом человек может болеть различными заболеваниями, связанными там, допустим, бактериальные, вирусные, грибковые и так далее. И это может иметь место в верхних дыхательных путях, это может иметь место в репродуктивной системе, в мочеполовой системе, также различные проблемы, связанные с печенью, с кровью и так далее.